здравствуйте дорогие пациенты я снова рад вас приветствовать на нашем канале о стоматологии меня зовут Игранцев Михаил Михайлович я врач стоматолог и это видео про съемные протезы на самом деле съемные протезы это достаточно огромная большая тема и в одном ролике конечно же все варианты съемного протезирования не уложить потому как здесь большое количество и технически разных вариантов съемных протезов а также разных вариантов именно по материалу этих протезов если конечно же вам интересно узнать про отдельные виды протезирования побольше и поглубже то смотрите наши отдельные ролики на нашем канале у нас много есть интересного на эту тему и на другие темы тоже если мы говорим про съемное протезирование, то съемное протезирование глобально делится на два варианта. Это полное съемное протезирование, когда нет на челюсти ни одного зуба, и частичное съемное протезирование, когда зубы в каком-то объеме еще сохраняются. Если мы говорим про полное съемное протезирование, то тут также есть некое разделение, и разделение достаточно глобально важное, потому что полные съемные протезы могут быть классическими полными съемными протезами. Те протезы, которые мы все знаем, которые мы видели у наших бабушек и дедушек. А также есть альтернативные варианты полных съемных протезов. Это те варианты, которые держатся, удерживаются при помощи установленных в челюсть имплантантов. И, конечно же, если говорить про те съемные протезы, которые удерживаются за имплантанты, Это совершенно другой мир съемного протезирования, это, можно сказать, чудесный мир съемного протезирования, потому что такие протезы держатся намного лучше, а такие пациенты, как правило, испытывают больше радости от таких протезов, потому как такие протезы более комфортные. И, например, если классический съемный протез на нижней челюсти может очень плохо держаться из-за того, что вокруг достаточно много мышц, подвижные щеки, язык, и пациента такой протез обычный, классический, полный съемный на нижней челюсти, акриловый, может мучить, потому что он постоянно спадает, им невозможно есть, он не держится, он некомфортный. Но если стоит только установить два имплантанта в области клыков и установить на них замки, за которые такой съемный протез будет держаться, то это происходит некое чудесное преображение, пациенту сразу комфортно, удобно, ему этот протез очень нравится, потому что он уже намного лучше держится и позволяет и улыбаться, и разговаривать, и есть, и спокойно себя чувствовать в обществе. Ну а если мы говорим о протезировании при помощи полного съемного протеза, который держится за балочную конструкцию, балочная конструкция это такая специальная балка, которая устанавливается на имплантанты, то такой протез вообще по качеству, по свойствам, по ощущениям приближается к несъемному протезированию. И такой протез очень комфортный, он очень классно держится, он никогда не спадает, иногда его даже тяжело снимать, потому что качество фиксации у него отличное. Но давайте, конечно же, обо всем и по порядку. Первый вариант полного съемного протезирования, как мы обсудили, это классическое полное съемное протезирование при помощи изготовления полных съемных протезов, которые удерживаются за челюсть, за ткани полости рта, при помощи того, что такой протез изготавливается из пластинки, который покрывает полностью уложен, например, небо, и имеет определенные границы по периметру, которые, замыкаясь по периметру, по кругу, по всем поверхностям, создают некую клапанную зону. И за счет этого протез держится по принципу присоски. В некоторых случаях, конечно же, такой протез может достаточно хорошо держаться, но чаще всего есть некоторые проблемы с фиксацией, и в этом случае приходится применять такие препараты, например, специализированные, как корека, для того, чтобы улучшать фиксацию такого полного съемного протеза. Ну и, конечно, помимо этого имеются и другие минусы у конкретного вида протезирования. Как правило, такие протезы полные съемные классически изготавливаются из трех основных вариантов материалов. Первый вариант – это самый такой известный, самый часто используемый, популярный – это полный съемный протез, изготовленный из нейлона. То есть, получается, что у него все, что делается из пластмассы, делается из нейлона и установленные зубы. И третий вариант – это полный съемный протез, у которого материалом пластик является, материал, который называется акрифри. Конечно же, у полных съемных классических протезов есть свои плюсы и минусы. У таких протезов есть четыре основных плюса. Первый плюс в том, что эти протезы могут достаточно быстро изготавливаться. Такой протез можно получить в течение двух недель. Через две недели у вас уже будет полный съемный протез, который будет полностью восстанавливать улыбку вашей зубы. Второй плюс в том, что такие протезы можно изготовить тогда, когда невозможно установить даже имплантанты. То есть, совершенно нет никакой костной ткани и нет ни одного зуба на челюсти. Однако, существуют методики, которые позволяют установить зубы. И это и есть полные съемные протезы. Третий момент. Такие протезы, как правило, легче чистить, их легко чистить, их можно снять, почистить и обратно установить в полости рта. И это особенно актуально для тех, у кого есть сложности с гигиеной, особенно в пожилом возрасте, более старшем. И четвертый момент в том, что такие протезы в целом являются самыми бюджетными среди всех видов полных съемных протезов. А также они намного дешевле, чем несъемные протезы. Минусов таких протезов хватает. Их, конечно же, намного больше, чем плюсов. Самый важный и первый минус это в том, что все-таки этот протез имеет достаточно большой объем. Такой объем, который перекрывает полностью днёб, и это может быть достаточно дискомфортно. Второй момент, вытекающий из первого, это то, что к таким протезам достаточно долго пациент может привыкать. И этот протез, третий, вытекающий тоже из первого и второго, может спадать. Это может быть дискомфортно. И из-за того, что этот протез может плохо держаться, особенно это актуально для нижней челюсти. На нижней челюсти такие протезы держатся намного хуже, чем на верхней. На нижней челюсти вокруг достаточно много мышц, язык, который постоянно имеет подвижность, щойки. Из-за этого этот протез может опрокидываться, спадать. И следующий минус в том, что для того, чтобы этот протез удерживался, часто рекомендуется использовать специализированные средства, при помощи которых этот протез будет лучше фиксироваться. Например, корега. Но, однако, постоянно мазать корегой протез – это некомфортно, это может быть неудобно пациентам, не нравится. Хочется, чтобы протез держался намного лучше. Также минусом является то, что этот протез съемный, полносъемный, классический. Его необходимо раз в 3-5 лет менять полностью на новый полносъемный протез. Почему это необходимо делать? А потому, что под полным съемным протезом костная ткань, она не чувствует функциональной нагрузки. Для нее полносъемный протез – это не стимул для того, чтобы сохранять свою костную ткань в том объеме, в котором она была. В этой костной ткани нет своих собственных зубов, и поэтому со временем кость начинает убывать, атрапироваться. И именно поэтому необходимо со временем изготавливать новый полносъемный протез, потому что под имеющимся полносъемным протезом возникает пространство. Из-за этого этот протез еще хуже держится, он становится некомфортным, он начинает натирать слизистую. И поэтому, конечно же, такой протез необходимо будет со временем заменить. И еще минусы в том, что так как у этого протеза достаточно объемная масса материала, из-за этого, как правило, пациент может чувствовать не весь объем вкусов. Также может быть пониженная чувствительность к температуре, это может быть дискомфортно, потому что во время еды это может быть не так вкусно, не так комфортно. И помимо этого могут быть изменения с точки зрения дикции, потому что протез достаточно объемный, могут искажаться некоторые звуки, а также появляться некоторые шепелявости, потому как при произношении первой буквы S может появляться некая шепелявость. Это также может быть дискомфортным, так как пациент хочет, чтобы у него было незаметно, что у него полносъемный протез, хочет, чтобы у него была возможность полностью быть социально адаптированным, чтобы никто не знал, что у него полносъемный протез. Поэтому, конечно же, хочется, чтобы звуки все произносились в полном объеме. Классический вид полносъемного протезирования мы обсудили, но хочется поговорить о второй вариации полносъемного протезирования. Это те варианты полносъемных протезов, которые изготавливаются опосредованно при помощи установки имплантантов. То есть, мы устанавливаем имплантанты, и за эти имплантанты полные съемные протезы могут держаться. Это, конечно же, сильно повышает качество полносъемного протезирования. Протезы просто преображаются, они становятся совершенно другими по ощущениям для пациентов. И стоит сказать, что чем больше установлены имплантанты, тем качественнее, тем удобнее и больше приближающиеся к несъемному протезированию становится это полносъемное протезирование. Первое среди таких вариантов, это наиболее часто используемое, это установка в область нижних, например, клыков, двух имплантантов. То есть, в область одного и второго клыка устанавливается имплантант. И на эти имплантанты устанавливаются специальные замки, которые называются шаровидные оттачмены. И такие шаровидные оттачмены позволяют в собственные уже имеющиеся протезы пациента, то есть, пациент пришел в клинику, у него есть жалобы на то, что у него полносъемный классический протез плохо держится, им это не нравится. Мы можем предложить нашему же пациенту, у которого уже есть полносъемный протез, установить два имплантата в области клыков, например, на нижней челюсти. И на эти имплантанты, установив шаровидные оттачмены, мы в имеющийся съемный полный протез ввариваем прямо в клинике ответные части этих шаровидных оттачманов. И получается, что полносъемный протез, который есть у пациента, теперь фиксируется на этих шариках, на имплантантах. И пациент чувствует огромную разительную разницу. Ему очень становится удобно, потому что протез как бы щелкивается, щелкивается в эти шаровидные оттачивания на этих имплантантах. И ему намного удобнее. Протез теперь не спадает. Он может есть, улыбаться, сжевать. И часто бывает, например, из моей практики, что мы предлагаем пациенту ну как бы по прогрессирующей шкале, то есть сначала поставить два имплантанта, шаровидные оттачмены, попробовать. Если пациенту комфортно, то и дальше может быть не двигаться. И пациентам это очень нравится, такой подход очень нравится. Мы установив шарики, улучшив фиксацию этого протеза, пациент очень радуется, очень доволен, ему комфортно. И он уже больше ничего не хочет менять, потому что ему в таком виде, в таком классе протезирования, в таком классе протезирования очень комфортно. Второй вариант в рамках полноосъемного протезирования при помощи применения имплантантов это использование. Вместо шаровидных оттачиванных на имплантантах, которые установлены в области кулков, на нижней челюсти, на верхней челюсти, можно использовать такие замки, которые называются локаторы. Это более современные варианты замков. Они также очень удобны, у них есть плюс то, что такие локаторы не перегружают имплантанты. И, как правило, срок службы у имплантантов при применении локаторов намного выше. И сами локаторы, они достаточно комфортные, они даже могут быть комфортнее, чем шаровидные оттачиванные. И это один из вариантов протезирования вот в этом классе. Пациентам также очень нравится такой вариант. Я очень часто использую локаторы, и это очень благодарный вариант протезирования, потому что это позволяет очень сильно улучшить фиксацию уже имеющегося полносъемного протеза. Ну и, конечно, можно сразу изготовить полносъемный протез с установкой на локаторы, которые стоят на имплантантах. И третий вариант протезирования полносъемного, но это уже протезирование с применением балочных конструкций. Мы можем установить на челюсти 2, 3, 4. Чем больше, тем лучше имплантатов. Конечно, когда больше, чем 4 установленные имплантанты, можно уже использовать другие варианты более высокого класса. Например, несъемное протезирование можно изготавливать, условно съемные протезы можно изготавливать, мастовидные протезы можно изготавливать. Но когда установлены 3-4 имплантанты, Эти имплантаты можно объединить при помощи специальной металлической балки, и эта балка имеет ответную часть в съемном протезе. И за счет этой балки съемный протез держится настолько прекрасно, что пациентам это очень нравится, это очень комфортно. Такой протез иногда даже достаточно тяжело снять, он легко чистится. И у меня в практике даже были пациенты, которые говорили, нет, мне не нужен съемный протез, я не хочу несъемное протезирование. Я хочу изготовление именно балки и на нем съемного протеза для того, чтобы я мог хорошо и качественно почистить этот протез. И гигиена это та проблема, которая должна решаться наиболее оптимально, и именно съемное протезирование на палочной конструкции позволяет решить именно вопрос гигиены очень качественно. Некоторые пациенты не могут в полной мере хорошо очищать несъемный протез. И именно балочная конструкция, которая позволяет изготовить качественный протез, который отлично держится, который красивый, эстетичный, он очень удобный, он практически приближается к несъемному протезированию. Но при этом он решает полностью проблему гигиены, и пациенту от этого очень комфортно, особенно тем, кому достаточно тяжело чистить зубы, несъемные протезы и так далее. Ну вот, про полные съемные протезы мы с вами достаточно подробно все обсудили. Давайте поговорим про второй достаточно большой класс съемного протезирования, это частичные съемные протезы. Частичные съемные протезы это такие протезы, которые изготавливаются в случае, если у пациента еще остались свои собственные зубы. Такие съемные протезы могут изготавливаться для того, чтобы восстановить от одного утраченного зуба до ситуации, когда у пациента нет практически всех зубов и остался всего один свой собственный зуб на челюсти. И, конечно же, между этими крайними ситуациями существует огромное количество разных вариаций, и от этого, конечно, существует также огромное количество разных дизайнов таких частичных съемных протезов. И, как правило, чаще всего такие протезы друг от друга отличаются, ну и принято их разделять именно по материалу. И давайте начнем с первого и наиболее популярного классического варианта частичного съемного протезирования, это частичный съемный пластиночный акриловый протез. Такой протез чаще всего применяется, например, в государственных поликлиниках, он применяется также и в частных стоматологических клиниках. Это наиболее простой в изготовлении и наиболее популярный вариант частичного съемного протеза. Такой протез изготавливается из акриловой пластмассы, то есть его основа, его база сделается из акриловой пластмассы. К этой пластмассе, как правило, устанавливаются зубы той или иной фирмы. И для того, чтобы этот протез хорошо держался, а он может держаться достаточно хорошо и качественно, он может быть очень удобным, как правило, для того, чтобы он хорошо держался, устанавливаются, как правило, проволочные кламера. И этими проволочными кламерами такой протез держится за оставшиеся зубы. Основные преимущества этого протеза в том, что он, ну как минимум, простой в изготовлении, но при этом он может быть красивым, он может быть достаточно удобным. Минусом в этом плане, конечно, является то, что кламера, они могут быть видны Однако, если их изготавливать на более дальних зубах, эти кламера видны минимально И, как правило, окружающие люди могут их не видеть Помимо этого, такой протез ремонтопригодный, то есть, если он даже сломался, его всегда можно достаточно быстро починить Ну и, конечно же, немаловажным плюсом является то, что это самый доступный по стоимости частично съемный протез И, как правило, такой протез может восстановить как один утраченный зуб, несколько утраченных зубов и множество утраченных зубов на челюсти Второй вариант частично съемных протезов – это уже некая модернизация тех протезов, о которых я рассказал Но с применением более новых материалов, которые могут быть, например, при помощи применения материала нейлона А может быть при помощи применения материала акрифри Отличия этих протезов – они не в границах и объеме Они достаточно такие же объемные и большие, как и предыдущие частично съемные акриловые Однако у этих протезов кламера изготавливаются уже не из проволоки, а эти кламера зубодесневые И нужны они для того, чтобы, во-первых, сам материал такой, что он не позволяет использовать кламера проволочные, гнутые Но при этом эти кламера более красивые, они очень хорошо удерживают эти протезы Такие протезы могут быть достаточно эстетичными, удобными для пациентов Но минусом, конечно, этих протезов является все еще большая объемная площадь Они достаточно самые большие и объемные Помимо этого, такие протезы совершенно не ремонтопригодны То есть в случае, если такие протезы как-то повредились, что-то произошло с ними То они выбрасываются, изготавливаются полностью новый протез Ну и, конечно, из-за того, что этот материал подороже, такие протезы подороже, чем обычные акриловые частичные съемные протезы Третий вариант частично съемных протезов – это бюгельные протезы Бюгельные протезы – это просто любовь всех стоматологов Они очень нравятся и стоматологам, и пациентам Это, можно сказать, бестселлер в области частичного съемного протезирования Потому что такие бюгельные протезы, они по стоимости недорогие Но при этом они очень качественные, очень удобные Они сами по себе красивые И при этом они изготавливаются из облегченного каркаса металлического То есть нет такого большого объема У них достаточно изящная тонкая дуга, которая объединяет зубы между собой И они для пациента очень удобны Они не меняют речь Они, как правило, комфортны в рамках приема пищи И изготавливаются, как правило, такие бюгельные протезы из металлического каркаса На который устанавливается акриловая ложа И на это ложе, на этот каркас устанавливаются зубы Сам при себе бюгельный протез держится за зубы при помощи литых кломеров Это достаточно надежный вид фиксации, он очень удобный Но это единственный их минус в том, что эти кломера могут быть видны при улыбке В случае, если эти кломера расположены близко к фронтальной группе зубов Но, как правило, такие протезы хоть и подороже, чем предыдущие два варианта Они очень нравятся пациентам И мы такие протезы используем очень часто в нашей клинике Это, наверное, 80% методов выбора Это 80% вариантов выбора протезов, которые были устанавливаны пациентам Потому что они сочетают в себе огромное количество плюсов И минимальное количество минусов Единственным ограничением при применении бюгельного протеза является то, что для того, чтобы изготовить бюгельный кламерный протез Необходимо, чтобы на челюсти было минимум 6 зубов В случае, если на челюсти меньше, чем 6 нормальных устойчивых зубов Все-таки бюгельный протез в этой ситуации уже не показан И рекомендуется изготавливать другие альтернативные варианты Например, частично съемный акриловый протез Четвертый вариант частичного съемного протезирования Достаточно распространенное былое время Это изготовление бюгельных протезов Но которые держатся за зубы при помощи микрозамков Такие протезы могут быть очень красивыми Они могут быть очень удобными Они держатся очень хорошо, что приближает очень сильные к несъемному протезированию Потому что пациент порой даже тяжело снять Они защелкиваются замками достаточно качественно И удерживаются очень хорошо Но минусом таких протезов является то, что они требуют Обработки достаточно большого количества зубов под коронки Для того, чтобы в эти коронки установить замковые ответные части Для того, чтобы этот бюгельный протез держался Это требует достаточно сильной обточки своих собственных тканей И, конечно же, из-за того, что необходимо изготавливать большое количество коронок Использовать достаточно недешевые замки для фиксации такого бюгельного протеза Само по себе изготовление бюгельного протеза и установка в них замков Тоже достаточно трудозатратно и расходно Из-за этого такой протез достаточно дорогой Он дороже, чем предыдущие виды, которые мы с вами обсудили, протезирование И, помимо этого, существует мнение среди стоматологов Такие бюгельные протезы с замками достаточно сильно перегружают оставшиеся зубы И могут их раскачивать И, так вот, не классно, считается, что такой протез служит 5 лет А потом он удаляется вместе с зубами Поэтому я замки в рамках применения с бюгельными протезами не люблю В случае выбора между бюгельным протезом, клаймерным и замковым Я всегда выберу клаймерный вариант А для того, чтобы сделать более какую-то эстетическую конструкцию Я буду всегда стараться предлагать пациенту какие-то другие варианты Вот один из вариантов может быть пятый вариант Частичного съемного протезирования Это использование бюгельного протеза Но протеза, который называется бюгель квадротти Это материал, который более новый Который появился относительно недавно Этот материал называется Dental D Это термоактивный материал Такой материал раз в 15-20 прочнее, чем обычная акриловая пластмасса Из-за этого каркас из материала Dental D Возможно изготовить таким же изящным Комфортным, легким, удобным, как у бюгельного протеза Но при этом клаймера также изготавливаются из материала каркаса То есть получается, что этот протез удерживается за оставшиеся зубы При помощи клаймеров, которые являются частью этого беленького каркаса Который изготавливается из материала Dental D И зубы у него также, у этого протеза, достаточно красивые и эстетичные Из-за этого протеза этот, как правило, очень красивый Он, как правило, незаметный Потому что клаймера, они сливаются со своими собственными зубами Которые они держатся И такие протезы пациентам очень нравятся Мне такой протез тоже очень нравится Я достаточно часто изготавливаю такой протез И пациентам с ним очень комфортно Единственным минусом такого протеза является то, что он совершенно не ремонтопригоден По сравнению, например, с любыми другими вариантами Например, с бюгельным протезом Если вдруг зуб, например, даже если отвалился Или где-то повредился седловидная часть Ее можно всегда нарастить, восстановить, починить То у бюгеля-квадроти, в случае, если отвалился клаймер, например А это бывает часто, потому что они тонкие Если пациент снимает такой бюгельный протез И как-то берет его на изгиб То клаймер может отвалиться И это потребует, конечно же, изготовления нового такого бюгельного протеза-квадроти А этот протез, он даже немного дороже, чем классический бюгельный протез То есть мне дешевое удовольствие относительно других видов частичных съемных протезов В которых мы поговорили выше И это является некоторым его минусом Но, как правило, плюсы сильно перевешивают эти минусы И пациенты очень таким протезам рады и довольны И, как правило, все-таки частичные съемные протезы рекомендуются менять через какое-то время 5-7 лет, иногда пораньше И такие пюгельные протезы в квадроте Они могут спокойно это время, этот срок служить Я часто встречаю пациентов, которые дольше этого срока ходят с этими протезами И очень этим протезы рады И эти протезы для них очень комфортны Ну и шестой, заключительный вариант из основных вариантов частичного съемного протезирования Это съемный протез для того, чтобы восстановить 1 или 2, максимум 3 утраченные зубы И такой протез называется протез-бабочка Его иногда называют, среди стоматологов, материал протез-флипер или жучок И, как правило, это название чаще всего оправдывается его назначением И, как правило, такие протезы, они изготавливаются, как правило, на время Например, на период до того момента, пока пациент не проведет имплантацию для восстановления утраченных зубов Или изготовление мастовидного протеза И чаще всего такие протезы временные Но в некоторых ситуациях, в некоторых случаях пациенты носят такие протезы в качестве постоянных И я встречал людей, которые ходят с такими протезами 15 лет, 20 лет И говорят, что им с ними очень комфортно И они не хотят никаких более других альтернативных конструкций Как правило, такие протезы изготавливаются Могут изготавливаться из разных вариантов материала И, как правило, это материалы, про которые мы только что поговорили выше Первый вариант – это, например, флипер, изготовленный из акрилового материала Из акриловой пластмассы с гнутыми проволочными кламмерами, которые удерживаются за соседние зубы Второй вариант – это также по аналогии с частичными съемными протезами для большего количества зубов Это использование нейлона или материала акрифри Для того, чтобы изготовить такой протез-бабочку Третий вариант – это, например, использование металлического каркаса По аналогии с бюгельным протезом Такой металлический каркас с нанесенным на него акрилом и зубом, установленным в этот акрил Такой протез держится при помощи литых кламмеров И этот протез достаточно надежный и пациентам он нравится, мне кажется, больше всех Хотя с ним может поконкурирует четвертый вариант, который изготавливается также по аналогии с бюгелем в квадрате Из материала Dental D Этот вариант также облегченный Он изготовлен из белой пластмассы этого материала С установленным на нее эту пластмассу зубом И это тоже может быть комфортным протезированием Я думаю, что методикой выбора при изготовлении такой конструкции Может быть либо изготовление литого каркаса Либо изготовление материала с применением материала Dental D Я думаю, что они плюс-минус конкурируют И мне нравится и тот, и другой вариант Хотя право на существование имеют все четыре вариации изготовления такого протеза бабочки Я надеюсь, это видео было полезным для того, чтобы разобраться вкратце хотя бы в общей структуре использования и изготовления полных съемных или частичных съемных протезов Если вам хочется разобраться в каждой отдельной конструкции отдельно и поглубже То смотрите на нашем канале отдельные ролики на каждую отдельную тему Если вам нравится наша работа, то ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал Задавайте все ваши вопросы в комментариях Я стараюсь на все вопросы всегда отвечать И до встречи в наших новых полезных роликах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok